антуан доброго времени суток вам нас зовут андрей и евгения а нашу собаку породу чихуахуа зовут сэм мы очень рады что у нас появилась возможность показать вам какие у нас проблемы во взаимодействии с нашим питомцем спасибо большое за это екатерине и ее мужу ринату за такую возможность знаем что наши проблемы до боли вам знакомы мы смотрели много ваших видеороликов и восхищаемся вами пытаемся следовать вашим рекомендациям но это не так легко как оказалось мы понимаем что проблема в нас самих они в нашей собаки но все равно мы что-то делаем не так основные проблемы у нас следующие самые острые из них сэм бросается и очень агрессивно реагирует на любую собаку становится просто неконтролируемым мы постарались все вот эти проблемы запечатлеть видеоролики а 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 собака в зоне виденности ну ладно пойдемте погуляем она даже в туалет не сходила уже быстрее еще одна собака иди может на травку лучше женщине а а а а а а Выборочно бросается лайт на людей, даже на детей, на велосипеды, коляски, самокаты, все, что двигается. В связи с этим мы просто вынуждены одевать ему намордник. Были даже случаи, когда Сэм кусал людей и больно кусал. Продолжение следует... Выходить на прогулку с ним просто никакого удовольствия. В большинстве случаев он тянет поводок, бежит куда-то рвется все время. Продолжение следует... ... 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 ну, зону агрессии, да, бросается, хотя маленькая собака, и это опять, опять пример того, что размер не имеет значения, естественно, если в таком душевном состоянии был бы Ротвеллер, его бы показали уже по телевидению, да, что, о, агрессивная собака бросается, того укусил, того порвал, это всего лишь маленькая собака, друзья, но то состояние, которое она переживает, это то же самое, понимаете, просто урон от нее меньше, чем, допустим, от крупной собаки, поэтому про эту историю никто не знает, ждем, ждем, чтобы эти люди вышли и посмотрим, как себя повезет этот маленький, но красивый пес, друзья, вот этот товарищ, тянет, ведет впереди хвост, смотрите, сейчас, наверное, среагирует на меня еще, здравствуйте, здравствуйте, как у вас дела? Ну, есть нюансы, есть нюансы, поводок надет неправильно, первый раз, да, ничего, он к людям тоже агрессивно относится? Через раз, особенно, когда для него это неожиданно, вот дети, собакаты, все это, ну, а вот к собакам это все, да, это самый острый момент у нас, собаки, неважно, большие, маленькие, сушки, габрилеи, Пройдемте немножко, погуляем вместе Друзья, вот смотрите, эта собака идет, как в режиме охоты, как будто ищет себе жертву Друзья, кстати, вот пожалуйста Друзья, вот смотрите, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, сегодня я один Видите, да, друзья? Размер не имеет значения. Маленькая собачка, но... Видите, он постоянно стримит. Вы не существуете. Да, он лизер. Должак ставит. Бежит вперед постоянно. Так, а вы гуляете здесь, да? Ну, здесь, как говорится, наш район местами небогат. Выходим периодически еще на поле. Оно пустое. Предназначается на ближайшую застройку. И там мы его даже отпускаем, чтобы он здесь как-то инорлит. Пожалуйста, проследи, чтобы эта красная кнопка горела. Вдруг, если не моргает, еще раз нажми сюда, чтобы она включилась. Микрофон здесь не закрывай, вот так и включай. Включай кнопку, да? Да. Да, 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 да. Сейчас я должен сделать так, чтобы он начал на меня обращать внимание. То есть не вот так контролировать все, а наоборот смотреть на меня. Потому что сейчас, понимаете, он как хищник, да? Сейчас я хищник. Таковы правила. Заметьте, хвост начал. Вы замечали, как с вами гуляет хвост какой-то? Да, я сейчас должен сделать так, чтобы хвост стал ниже. Уши пошли назад. Он начал на меня обращать внимание, понимаете? Только после этого я столкну его с собакой. Тихо! Тихо! сейчас он начал видеть и с вами как он шел да со мной как начали я должен идти медленно чтобы во первых снизить уровень возбуждения во вторых сделать так чтобы он чаще смотрел на меня вот сейчас смотрите когда вы гуляете он полностью акцентирован сейчас когда я гуляю я постоянно иду 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 останавливаюсь обращал внимание на меня говорил сейчас этот человек идет или будет стоять я должен внимание обращаясь на этого человека чтобы потому что когда я не внимателен и он останавливается слегка меня вот так отвергивает поэтому я должен быть очень внимательным чтобы не опередить его чтобы он как остановился я тоже а сейчас заметь я ничего делать не буду но вот видите поводок какой-то смотрите дальше я вот иду 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 вот видите поводок какой-то видите что начало это происходить иду иду и заметь сейчас он на нас смотрит вот вот смотрите иду 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 и останавливаюсь видите я как держу поводок и иду вот видите уши пошли назад хвост опустился вниз понимаете да я о чем с вами помните как и хвост такой опять иду и резко остановлюсь момент когда мне это нужно потом опять я так научу его включить боковое зрение и начать за мной наблюдать наблюдать они тянуть меня вперед понимаете она так иду ведь сейчас он начал смотреть на вас на меня они контролируют что и хвост опущен это абсолютно другое расположение духа друг мой вот смотрите опять иду 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 ведь я спокойно как держу поводок до пошли с вами хоть раз такое было ведь я стою и он стоит дома таким спокойным всегда на улице понимаете от вас зависит все вот есть пять минут что я взял поводок конечно есть пять минут не больно но он уже в другом расположении вот сейчас сейчас через еще минут пять я скажу что мы готовы с обогу замечаете как уши хвост хвост вот 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 вы же не обидитесь на майвиз он очень наглый парень наглый он всегда добивается того чего хочет вы у него без обид как прессу не обижайтесь я правда ни грамма не пытаюсь я правду на правду не обижаются вы как будто знаете как так обслуживающий персонал он король делай то сделай это притом всегда расположение духа вот такой доминант да я царь вообще вам нужно меньше его замечать даже добром меньше на него обращать внимание потому что он начинает он уже считает что мир крутится вокруг него он считает что это вы с ним живете а не он с вами понимаете это из-за того что вы чрезмерно его любите балуете целуете сюсюкайте но не воспитывайте друг мой вы упустили все эти эти моменты два года уже андрей у нас еще тот же момент был я вот тоже сам это заметил как вот вчера на семинаре вы говорили то что собаку щенка лучше приобретать в теплое время а мы покупали в декабре его и в январе только в середине полностью потеряли социализацию вот это я сам тоже задумал социализация потеряна была полностью видите как в какие моменты да я вам объясняю чтобы люди которые хотят завести собак не ошибались не допускали тех ошибок которые уже друг мой вы допустите да 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 так ищем собаку Знаете, почему тело выражает? Потому что он постоянно привык набрасываться. Сейчас я блокирую его мозг, и идет борьба эмоций. От этого тело тает кровь. Он привыкнет к этому. Видите? Было же такое, что он видел собаку и с ними туда. Он же сейчас должен был быть сумасшедшим. Да. Я еще ближе подойду. Друзья, что он хочет сделать с той собакой? Поймать и потрепать. Нанести урок. Что я делаю? Касаюсь. Я применяю то, что он хочет сделать с той собакой. Касаюсь ими тело. Я общаюсь с ним как животное. Понимаете? Поэтому у меня получается. Я не должен сейчас его уговаривать. Пожалуйста, так и делайте. Это глупо будет с моей стороны. Видите, по чуть-чуть, по чуть-чуть Андрей его контр... Андрей? С ними Андрея. Андрей, честно скажи, я что-то плохое делаю. Нет, конечно. Я как-то жестокости молчу. Нет. Обижаю его. Это он хочет всех обидеть. Это он вас обидит. На протяжении двух лет. Да, все верно. Видишь, сейчас он на меня смотрит. Вместо того, чтобы смотреть на ту собаку. Эй! Минь, смотри поводок. Помнишь, ты как поводок держал? И я как поводок держал. просто он не привык видеть собак и ничего не делать он должен сейчас понимаешь а я блокирую это состояние просто блокирую и подвожу здравствуйте спасибо что согласен видишь не натягиваю поводок натянутый поводок означает атаковать потому что каждый раз когда он атаковал говорит я не хочу связывать сейчас возможно он пометит но опять я это бы сейчас ему не дам и подойду еще а Андрей, тогда он атакует, на твой взгляд, что он хочет сделать? Что он хочет сделать? Быстрее хватит. Что я сейчас делаю? Имитирую упус. Показывай, что слышу. То же самое. Сейчас я с тобой вахну сделаю. Сейчас я спасаю вас за окружающих. Вы для этой маленькой собаки как шею. Он подошел. Папа! Эй! 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 сейчас он проявляет любопытство сейчас вы поможете там он должен в первый раз в жизни понять, что оказывается я могу сам собаками можно и гулять, не только на них бросаться можно, но и можно гулять Андрей, потом на тебя это касание покажу, ладно? хорошо со стороны видно, что это наверное собаке больно, но на самом деле это не так это легкое бросание когда он хочет набросить собаку, он хочет намного жёстче ты в шоке, да? я собаку идёт и бросать а километр чувствовал ты вообще не видишь упор он специально снимает, чтобы Женя тебе поверила уважаемые друзья после того, как я выключил этот мега режим агрессии мы начали практиковать совместные прогулки для того, чтобы создать доверие совместные прогулки это один из способов наделить собаку доверием по отношению к другой собаке это очень важный и нужный процесс, друзья далее, далее, после совместных прогулок именно с этим ёршицким терьером мы с Андреем начали искать новых собак чтобы Андрей тоже прошёл через эту практику, друзья чтобы он тоже научился контролировать и блокировать состояние собаки эй, ты его протоколируешь, а я его так ой, прилетела пуля любознательная пуля любознательная пуля видишь, не сряки что-то походу сразу к третьему и там на собаку я потратил минут 30, друзья а вот на людей минимум часов пять это всегда так потому что с людьми намного сложнее, чем с собаками друзья мои у нас основная проблема была это прогулка неадекватная, ну на мой взгляд неадекватная реакция на всех собак на прохожих на твой взгляд на взгляд любого человека он же рвался, чтобы напасть на них это очень-очень плохое поведение сумасшедшее поведение реакция на всех проходящих на людей, на животных на всех, любых размеров основная проблема была в этом оказывается всё гениальное просто и мы в этом сегодня убедились, что это работает полчаса работы и всё собака начинает переключаться и уже закладывается фундамент того, что ты хочешь от неё добиться всё было дело, как Антуан везде и всегда говорит это в нашем неправильном подходе к этим милым созданиям, к этим животным они не понимают, как себя вести а если они не понимают, как себя вести у них единственная реакция это нападение, возбуждение и все вытекающие от этого последствия всё дело в нас поэтому всё очень продуктивно здесь сказать большое спасибо это ещё мало сказано друзья часть вторая, второй день сегодня наш день в Питере мы сегодня должны были сходить в Эрмитаж мы сходим в Эрмитаж потому что это моя мечта но сегодня второй день когда я подключаю собак это первая собака есть ещё две, которые ждут я хочу совместить всех троих собак для того, чтобы помочь этого нашего маленького друга друзья у него уже очень большие результаты потому что только сейчас хозяин мне рассказал что они вечером выходили гулять и он полностью управляем то, что меня вдохновило всё работает, друзья тот одержимый режим в котором он был в котором он с ума сходил, друзья выключен замечательно а сейчас будем создавать доверие поэтому я взял троих друзей вот это один из них сейчас по нарастающее будем опять провоцировать ситуации и решать эту проблему, друзья значит я сперва всегда советую с такими собаками сперва провокация должна быть к примеру собака должна быть очень спокойной когда этот этап проходим уже можем подключить чуть-чуть более возбужденную собаку а вот в третий этап можно подключить такую лающую собаку который провоцирует понимаете поэтапно поэтому мы начали с самого самого спокойного это вот этот мой питерский друг у меня в Питере кроме друзей людей есть и друзья собаки вот один из моих друзей ага сейчас вон эти люди идут ага сейчас я их позвал сейчас посмотрим как пройдём сейчас посмотрим как мы первый этап пройдём вон тот монстр друзья на самом деле скажу вам честно его это это режим это чистой воды агрессия вот этот режим он одержим этим режимом был одержимым Андрей задача просто пройти просто пройти пройти просто пройти пройти вот так помните что было и что сейчас слов нет плюс ко всему этому я подключил и среднюю собаку то есть не мелкую друзья вот просто пройти здравствуйте я с вами не поздоровался здравствуйте вот так отлично все первый этап прошли друзья в принципе я доволен сейчас нужно подключить вторую собаку потом третью собаку потом совместить всех троих я возьму и поможем того нашему маленькому отлично все сейчас я оставлю этого товарища и возьму 2 друзья второй этап 2 этап мой второй маленький друг тоже маленькая собачка но черного уже цвета это другая собака есть еще и третье более крупный шпиц вольф шпиц друзья а потом совмещу всех троих сейчас посмотрим какова реакция будет на эту собаку вот так вот друзья помните собаки всегда должны идти вот так сзади человека ни в коем случае не впереди друзья запоминайте это сколько же можно об этом говорить это имеет значение естественно это не имеет значения для не буду говорить для я не знаю мега специалистов но мы обычные люди поэтому это очень-очень важный и нужный момент чтобы собака так шла помните эту маленькая собака как тянула своего хозяина сейчас идет сзади рядом поэтому это тоже влияет чтобы он себя вел спокойно понимаете друзья андрей просто проходим просто проходим немножко опаздываешь друг но нормально сравнение с тем что было это отлично друзья держи не закрывай микрофон давай еще раз андрей не опаздывай ладно ты немножко опаздывай вот так он смотрит в эту форму сразу вот так вот так вот и когда я к вам пришел к сожалению вас не был я очень хотел с вами поговорить хорошо что вы сегодня пришли вчера вы бы видели вот хаску увидели что он сделал он тушился никак на него нельзя было поглядь понимаете да отлично понимаете нужно верить чудеса они происходит давай еще отлично а сейчас более крупной собакой еще говорить не хочу Вот так! Старайся вообще поводком ничего не делать. Видите, сейчас выглядит ужасно. Это оберзенно. Это очень-очень плохое. Это очень большая проблема. Это состояние... Очень сложно было выключить, честно. Просто вы пытались его выключать в разгаре. А я начал вообще с нуля. Вообще с нуля начал. Я совсем с другого начал и привел к этому. Подготовил его. А вы сразу в этой ситуации никак не выключите. Все. Его мозг перестает вас видеть, слышать, слушать, реагировать на пищевой раздражитель, на все что угодно. Ноль реакций. Одна цель, одержимая цель. Достичь до той собаки. Потрепать. Это чистой воды агрессия. Чистой воды. Эй. 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 отлично друзья вот и все сейчас этим людям нужно без меня потому что я сегодня уезжаю из питера без меня это сделать и поделиться через неделю опытом что у них получилось будем ждать отлично он молодец андрей справится видите джене отлично это хорошее состояние то есть вы начали верить что это возможно вы не верили до раньше да ром возьми сему дружок привет вы мне помогаете да вы мне помогаете да андрей вот собака ну-ка попробуй тоже пройтись ты не забудь что и ногой можешь его блокировать он видишь уже на стрёме вот так а вот так вот еще вот так же не видите как он уступает уже до уступает вот пройти просто рядом ты же раньше же не могли вот так на таком расстоянии стоит сум как сумасшедший правильно а сейчас видите вот видите сейчас он тянется вообще другую сторону как будто это собак андрей ну-ка еще ближе чуть-чуть подходи женя видите его интересы сейчас другом не собака понимаете да он раньше видел собаку там за километр грубо говоря и все и он уже просто судорожно к ней быстрее несся уже там все себе перетягивали ага 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 а я я счастлив и очень рад друг мой но будь будь на таком расстоянии а это и дальше просто уже весь срывался там все порой даже я не сми не первый замечу а он первее за месяц там что я там по сторонам смотрю это капец будешь продолжать конечно если уже такие результаты есть то даже резче быть не может надо это продолжать и довести до конца чтобы обоим сторонам было комфортно и спокойно наслаждаться не штука не штука не штука не штука не штука вот так видишь когда ты ногу делаешь он отступает тебе пространство дает друг мой вот вот очередная собака очередное хорошее поведение которого мы хотели вот так отлично женя можете себе а вот так старайся поводок не натягивать помните если натягиваете поводок это сигнализирует о том что нужно наброситься потому что каждый раз когда он набрасывался вы натягивали сейчас натяг означает атака поэтому старайтесь по вне поводком а вами повлиять то есть раз ногой блокировали до размножьте казно не поводком видите это четко работает сейчас нужно чтобы вы это просто продолжили я этот путь вам дал продолжайте друзья он не боится он набрасывается хорошо как скажите и и и вот так видишь друг мой спокойно еще что он просто с полу жеста меня понимает и он выключается сейчас вопрос пожалуйста обоим вам пожалуйста ответить так как есть я с вашей собакой что-то плохое жестокое плохое сделал что допустим это имеет отношение к жестокости или к тому что я больно ему сделали плохо с ним поступил скажите нет конечно о чем тут даже на грамм об этом не подумать какой больно что тут даже тут касание то особо нету потому что все с помощью жестов до с помощью каких-то барьеров языком тела просто надо напористый быть увереннее и контролировать свои эмоции чтобы собака понимала что ты уверенный и тебя надо слушать никакой никакой речи даже не может быть о причинении боли какого-то вреда собаке мы разговариваем на ее языке чтобы она понимала андрей просто почему этот вопрос задаю многие думают что я выключаю камеру и сбиваю собак потом включаю камеру там пишут что он это выключил камеру электрошокером ударил из собаки сделал и опять включил камеру показывает что и столько людей собирает семинар что все прям хотят чтобы вот этим людям задаю вопрос скажите если я так делаю как я владельцам это говорю друзья вы не обижайтесь я один раз электрошокером или ударю вашу собаку тут не вы не обижайтесь на меня так как как это так друзья как у нас будет несчастливые довольные лица после того как нашу собаку там я не знаю шокером или чем-то ударит не зря такая масса людей обожают любят этого человека который действительно посвятил этому жизнь и делает это все от души и на совесть ну не зря же это все господи люди поэтому не верьте всем хейтерам да все хорошо будет у нас да все хорошо вот я бы там собаки стояли он бы уже просто бы места себе не находил он бы тут все листья в округе уже бы просто вот так вот стоптал бы а сейчас он хвост внизу а и стоптал бы вот так да вообще будет просто вы понимаете я вам сейчас же объяснял почему он это так делает он заявляет о своей территории что это мое понимаете она здесь вот подушки здесь находится пота выделяющие рецепторы когда собаки делают вот так многие думают что это какой чистоплотный у меня пёс да на самом деле друзья он оставляет там пот помимо своей мочи он оставляет еще и пот при этом он разбрасывает свой запах по большому масштабу заявляя о своем пространстве не просто так вы сказали что когда он видит собак он начинает вот так делать правильно заявляя это плохое поведение плохое состояние души мы не можем запрещать его метить до мочой потому что он так опустошает мочевой пузырь тоже мы можем запрещать вот так не делать это излишнее и это приводит опять не к хорошему поэтому запрещайте чтобы он так делал друзья пойдемте да да вот мои помощники а друг мой что скажешь подойдите пожалуйста вот вы мне отправили видео про проблему вашу да а сейчас что скажете я вот и говорю что глаза принципе верят глаза как бы ну не обмануть а сознание до конца не может понять как так полтора года была такая острейшая проблема в плане вот агрессии на собак на людей там велосипеды на детей на какие-то погремушки а сейчас я не узнаю это буквально там полчаса час просто плотной работы до с проявлением максимального терпения и упорства все собака реально уже начинается потихоньку тебя понимать что ты хочешь да даже маленькие кирпичики в этом фундаменте они уже начинают укладываться главное знаешь в чем сейчас друзья чтобы вы конкретно были заодно за вот женя нельзя чтобы он делал по одному вы по-другому вы опять разрушите все вы сейчас должны договориться чтобы быть одним целым альфа парой для него вы глава главнокомандующий он член вашей стаи тогда он будет в подчинении не нужно его ставить на голову понимаете любовь это может быть разрушительным как вы убедились в этом да вы же любили любите его да но чрезмерная любовь в нем воспитывает то что он каким был объясняю как поймите вот скажите вы замечали что он постоянно вот таком доминантном дома расположение духа хвост высокий до уши торчат грудь вперед им он так ходит да и ваша любовь к нему то что вы даже присаживаетесь как будто вы поклоняетесь ему понимаете ваша любовь таком состоянии это признание его авторитета его власти признание поэтому не нужно этого делать друзья вы должны с пониманием к этому подходить они просто так эмоционально любить про эмоции помнишь на семинаре с какой акцент я дал именно на эмоции друг мой жаль что вас не было я очень хотел чтобы вы были я хотел чтобы вы это услышали от меня поэтому очень круто все да я я очень рад друзья мои так рады что у нас хоть чуть-чуть двинулась и на самом деле я не скажу что прям чуть-чуть сдвинулась причем так на нормальный шаг уже это сдвинулась в ту сторону который мы хотим поэтому это очень круто просто и с каждым днем сейчас будет как я понимаю будет немножко но легче потому что нужно будет больше понимать что от него мы хотим да и будет нам даже чуть легче ему тоже вот у меня сложно несколько дней первых сейчас боксе gopro но без разницы изображение есть посмотрим как наш друг хорошо прошел до андрей вот смотри ногой вот так блокируешь про еще раз пройти он вообще не хочет замечать ведь так лучше друзья чем и хвостик хороший же не видите хвост а помните как и друзья я не неким образом чуть-чуть вашу мечту дальше все от вас все зависит от вас я вам дал путь идите гордо по этому пути вот и все и помните забудьте про то что он может идти впереди вас в вашем случае впереди вас знаете когда может идти когда вы ему это разрешили в основном он должен идти рядом сзади вас же это очень важно когда мы с тобой первый раз встретили что я сделал именно стал над этим работать потом столкнули его с собаками потому что он тянул еще раз большое спасибо вам спасибо все я только это от вас жду что вы это сделаете сперва для себя потом для него потом для меня а потом для многих людей потому что вы делитесь опытом спасибо всех благ очередной успех с очень агрессивным агрессивной собакой друзья без разницы он вам маленький или большой суть в его в душевном состоянии они в размерах понимаете видите как это работает эти люди столько мучились этой собакой понимаете это второй день я с ними встретился вчера и сегодня друзья вот буквально на очень короткое время протестировал посмотрел как это все работает ребята молодцы они все сделали и будут делать и а я этим опытом делюсь с вами чтобы вы видели что это невозможно при этом не нужно месяцами годами ходить на ничего ничего видите я это сделал за очень короткое время друзья речь помните не идет о дрессировке это не не поможет избавиться от такого состояния единственное что может помочь избавиться от такого состояния как у нашего маленького друга было это ваш статус друзья мои вот мы попрощались и вот собака же вот поверни пусть пусть видит случайно опять попрощались опять случайно встретились что там было же собаку увидели а собака буквально нескольких метров даже взглянул на нее и все да и отвернулся очень хорошо очень как стоял спокойно так и стоял отлично просто просто отлично а где андрей вход магазин оттуда да где ком кома я тоже зайду тогда ладно все если не увидимся всех благ вот друзья вот такие вот хорошие дела хорошие дела в буквальном смысле этого друзья до сих пор получаю видео от андрея где он делится своими достижениями и результатами во первых хочу поблагодарить андрея и евгению за то что эти люди услышали меня за то что эти люди начали применять мои советы ребят спасибо вам большое а вам уважаемые друзья с удовольствием показываю некоторые отрывки из тех видео которые андрей мне отправил вот наши новые друзья раньше мы врагами были сейчас ходим спокойно гуляем правда это светлая чехлажка это девочка она неохотно подпускает сэма но зато сэм не совсем по-другому стал относиться вот такие вот у нас теперь друзья вот такие вот в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...